Аварит Москва, Германия полностью разгромлена! Проходя по своему городу, мы часто не задумываемся над тем, а почему именно так названы наши улицы? Кто те люди, чьи имена мы читаем на вывесках? Что они могут рассказать о прошлом нашего города? Улицы – это лицо любого города, его своеобразный внутренний мир. Каждая улица по-своему уникальна, неповторима. Сегодня герой программы «Имена Победы» – председатель Президиума Верховного Совета Страны, глава СССР. Этот человек был яркой, но неоднозначной личностью за активную революционную деятельность. Его арестовывали 14 раз, но он сумел оставить память о себе на долгие годы в названиях улиц, городов, университетов. 7 октября 1941 года в Куйбышев запасной столицу Советского Союза прибыл Михаил Калинин. Человек, которого в народе называли всесоюзным старостой. Вместе с ним в город на Волге приехали и многие ответственные партийные работники. Председатель Президиума Верховного Совета СССР – это очень высокий пост, очень серьезный пост. И человек, конечно, непростой судьбы. Михаил Иванович здесь не только стоял на трибуне парада 7 ноября. Некоторые считают, что он здесь руководил городом. Регионами этого не было, конечно. Он занимался своим делом, и его дело было ничуть не менее важным, чем дела других чиновников, которые сюда приехали. Если Шверник здесь занимался исключительно вопросами эвакуации, то Калинин здесь занимался работой Президиума Верховного Совета. 7 ноября 1941 года, когда на главной площади Куйбышева проходит военный парад, Михаил Иванович вместе с другими первыми государственными лицами находится на трибуне. Для участия в параде, который для всей страны стал важнейшим событием, свидетельством того, что советская армия не сломлена под натиском гитлеровцев, сняли следовавшую на фронт 65-ю стрелковую дивизию. Подготовка к торжественному маршу шла на стадионе «Динамо». 7 ноября полки 65-й дивизии Чикани «Шаг» стройными рядами промаршировали по главной площади. За ним следовала моргпехота, артиллерия, танки. Следом на площади под крики «Ура!» волна за волной пролетали истребители, штурмовики, тяжелые бомбардировщики. Парад продолжался полтора часа. Иностранцы, присутствующие на этом событии, были поражены. Вечером советское правительство во главе с Михаилом Ивановичем Калининым устроило праздничный прием для дипломатов и журналистов. Гости засыпали военачальников вопросами, откуда столько техники и почему она не на фронте. Им отвечали, что это резервы и их хватит, чтобы разгромить врага. Война стала последним испытанием в его жизни. Это был его последний отданный государству долг, государственного человека. И отрадно, что часть этой работы пришлась на Куйбышев. Михаил Иванович Калинин родился в крестьянской семье в деревне Верхняя Троица Тверской губернии. Окончил начальное земское училище. Работал токарем на питерском машиностроительном заводе и участвовал в нелегальных кружках. В 1899 году вместе с другими членами организованного им марксистского кружка был арестован и после 10-месячного тюремного заключения выслан в Тифлис. Впоследствии Калинин еще не раз подвергался высылкам и арестам. Калинин принимал непосредственное участие в подготовке и проведении Октябрьской революции. Будучи одним из руководителей страны, Калинин принял активное участие в преодолении последствий голода. В Поволжье 1921-1922 годов лично посещал пострадавшие регионы. Он возглавлял комиссию по борьбе с последствиями голода. И вот, наверное, именно в этот приезд он максимально важную сделал задачу, решил задачу именно для наших жителей. Он спасал их от тех проблем, которые советская лазь, собственно говоря, тогда не понимая, что делает, и погрузила людей. То есть забирая в рамках разверстки продовольственной все запасы зерна, привела к тому, что не было чем закрыть проблемы начинающегося голода, и это привело к гибели огромного количества людей. У граждан СССР в 1920-40-е годы было принято писать письма Калинину с самыми разными просьбами о помощи – при раскулачивании, несправедливым аресте, поступлении в военное училище или же сложностях в трудоустройстве. И нередко всесоюзный староста оказывал, обращавшись к нему людям, реальную помощь. Хотя он был, конечно, далеко не всесилен и даже не мог в 1938 году спасти от ареста свою жену Екатерину Ивановну Лорберг, Калинину – бывшую ккачиху из Ревеля и эстонку по национальности. Она была помилована и освобождена только в июне 1945 года, за год до смерти всесоюзного старосты. Михаил Иванович Калинин не раз бывал в Самаре и Куйбышеве. Впервые революционная Самара услышала его проникновенное слово председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета 15 сентября 1919 года. Калинин приехал тогда после Восьмого съезда, совершая по предложению Ленина большую поездку с агитпоездом «Октябрьская революция». «Я уже третий раз приезжаю в Самару», – сказал тогда Михаил Иванович. В первый раз часть Самарской губернии была в руках Колчака. Во второй раз ужасный голод охватил губернию. И, наконец, сегодня, в третий раз, я застаю Самарскую губернию на пути к возрождению хозяйственной жизни. 13 лет спустя всесоюзного староста, снискавшего горячую любовь и глубокое уважение советских людей, тысячи трудящихся Куйбышева встретили с огромным ликованием. Михаил Иванович вручил Куйбышевскому краю высшую награду Родины – Орден Ленина. И его глубокие, по мысли, слова, произнесенные с балкона в здании железнодорожного вокзала и края исполкома, надолго запомнили многие куйбышевцы. Совершенно иным в силу чрезвычайных обстоятельств, вызванных вторжением в Россию гитлеровских войск, оказался пятый и последний приезд в Куйбышев председателя Президиума Верховного Совета СССР. Разумеется, ему не хотелось уезжать из Москвы в трудный для нее час, но по постановлению Полетбюро он должен был временно находиться в Куйбышеве. И здесь, будучи уже серьезно больным, к тому же теряющим быстрое зрение, Михаил Калинин мужественно сопротивлялся тяжким недугам и работал, не щадя себя. Многие современные граждане критикуют налоговиков за налоги, не зная о том, что в советский период времени, например, был налог на холостяков. Знаменитый холостяцкий налог, который был сформулирован, например, следующим образом. Если ты не женат, или у тебя нет детей, или ты женат, но у тебя нет детей, ты платишь этот самый холостяцкий налог. Так вот, его разработал и принял этот закон Михаил Иванович Калинин здесь, в городе Куйбышеве, как раз когда находился в ноябре-декабре 1941 года. Я пытался отследить по документам, чем он здесь занимался. Он здесь написал несколько статей, подготовил вот этот закон. И был еще один закон, который должен был облегчить жизнь солдат рабочей крестьянской Красной Армии. Там как раз о льготах для них. Вот эти вот два закона, которыми он занимался здесь, живя в Куйбышеве. 20 августа 1952 года в честь Калинина была переименована 10-я линия Новиземянки. Улица протяженностью почти 3,5 километра пролегает в советском и промышленных районах. В промышленном районе между улицами Физкультурная, Калинина, Воронежская и Победы расположился сквер Калинина. Калинин сам же приехал разруливать все эти проблемы. И поэтому наша больница, которая сейчас имени Середавина, долгое время носила название имени Калинина. Потому что на отъезде Михаила Ивановича из Самары был создан физиотерапевтический институт, потому что именно это направление в медицине занимается реабилитацией людей, которые были в состоянии голода. Потом он сократился, он стал клиническим институтом, потом стал областным клиническим институтом и в какой-то момент поменял слово институт на больницу. И появилась областная клиническая больница имени Калинина, которую потом уже переименовали в честь человека, который, по сути, ее создал в новом месте с новым размахом. Владимир Владимирович Середавин. С именем председателя в ЦИК Калинина связана еще одна самарская история. В 1927 году, проплывая по Волге на проходе, он посетил красивейшие волжские берега у Коптева оврага. Это место так ему понравилось, что он предложил построить здесь санаторий для членов правительства. Так возник будущий санаторий Красная Глинка. С разных сторон разные задачи для нашего города решал. В памяти людей он так и остался со всесоюзным старостой, который был, пожалуй, ближе всех соратников к народу и оказался чуть ли не единственным человеком во власти, реально помогавшим простым людям. Аварит Москва. Германия полностью разгромлена. КОНЕЦ КОНЕЦ